Во всеоружии с Михаилом Ходоренком Потому что стратегия, она и в Африке стратегия Другое дело, что надо действительно привести к реалиям план предстоящей зимней кампании И не брать на себя, ну типа, типа завышенных обязательств Да, скажем так Опять-таки, ведь еще даже в августе этого года В августе этого года уже на Украину приезжали два высокопоставленных военных североатлантического альянса Это от Великобритании Энтони Радакин И главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Ковали Вот они якобы встречались с залужным и обсуждали там тоже пересмотры разного рода стратегий Но вот какое дело-то, вот в чем заключается тут какой-то смысл Вот эти все ребята, и Энтони Радакин, моряк еще к тому же, моряк И Ковали, и даже Агута-младший Вот чему они могут научить Зеленского? Если они ни разу не осуществляли руководство военными действиями В ходе конфликта высокой интенсивности с противником Который им примерно, ну, равен по силам, по боевым и оперативным возможностям Не руководили они боевыми действиями Они там избивали либо Ливию, либо там афганских манджахедов в основном бомбили Либо там что-то в Ираке там опять-таки кого-то бомбили А так, чтобы встретиться, как говорится, с противником равной весовой категории У них такого не было Чего, чему, вот что они могут подсказать Валерию Залужному, к примеру И тут еще надо что сказать Что вот по той же самой публикации в газете Нью-Йорк Таймс Пришли к выводу, что типа надо переходить к обороне Укрепляться и развивать оборонно-промышленный комплекс Курайны Вот скажите, вот чтобы произнести эти слова Вот что надо быть? Гельмутом Мольтки старшим или младшим Или Альфредом фон Шлиффеном Где тут, какие тут стратегические дарования Было при этом проявлено Чтобы мы, например, прочитали и убедились Боже мой, вот какая глубина, какая острота стратегической мысли Гений Амбийской мысли Да, вот прочитал и в восторге сказал Да это же гений Ну вот как-то такие мысли после этого Переход в стратегической обороне Но он и так по факту происходит Потому что наступательный потенциал исчерпывается Потери в людях, потери в материальных средствах Их расход, ну надо же восполнять Тут вот эти паузы оперативные Они, ну по неволе возникают Так что это и без этих советчиков бы Украина к этому пришла Но опять-таки окапываться Ну а кто об этом не знал Ну а что касается ускоренного развития Украинского оборонно-промышленного комплекса Ну вот тут у меня большие сомнения Вот в реальности подобных советов Почему? Потому что Во-первых, даже в благополучные советские времена На Украине значительный спектр вооружений и военной техники Просто не производился Да ведь по большому счету и все конструкторские бюро Размещались в Москве В Санкт-Петербурге В других крупных городах На территории Российской Федерации Да, безусловно, кое-что в Киеве было Там есть определенные компетенции Ну, например, в плане того же самого баллистических ракет Я имею в виду Южмажный, Пропетровский В релаксонной технике у них там были Харьковское конструкторское бюро Танковое, которое занималось бронетехникой Определенные компетенции есть Но далеко не в тех объемах Которые нужны для производства Современного вооружения и техники Опять-таки нужны что? Технологии, материалы, специалисты А когда все это еще находится под ударами Воздушно-космических сил Российской Федерации Военно-морского флота Попробует и организует там Крупносерийное производство Западных специалистов не завезешь Они скажут, нет, мы туда не поедем Опять-таки встает вопрос О передаче высоких технологий Американцы на это дело Ну, крайне неохотно идут Так что вот им весь совет такой Но еще раз говорю, что это на уровне На уровне игры зорница Переходите к обороне и окапывайтесь Ну, как будто они И этого раньше не знали Так что это даже вот Звучит как-то Даже в качестве Ну, такого Ну, на редкость Банальнейшего совета А ведь там его какие-то лучшие умы Поехали правильно Советуют там Вот По большому счету Им не столько советы Нужны вот так Вооруженным силам Украины Военно-политическому руководству Сколько массированные Поставки вооружения Военной техники И финансирования Но вот с этим-то как раз у них и Большие-большие проблемы Да, Зеленский побывал в Вашингтоне Встречался и с сенаторами С конгрессменами И с Байденом Встречался Но если законодатели Достаточно холодный прием Оказали Зеленскому То Байден делал вид, что Да, все хорошо И Сказал, что Мы Вот я сейчас подписал указ О выделении 200 миллионов долларов При том, что В планах Значит Было выдать 60 миллиардов долларов Вот 200 миллионов Это что Вот Как Сергей Александрович Михеев Говорил На мороженое получается Вообще Вот если В боевых действиях Измерять Насколько Масштабен Вот Очередной пакет Американской помощи Киевскому режиму Все познается В сопоставимых ценах Что И сколько стоит Например Стоимость самолета Мы Таким более понятным Вещам Перейдем Крупным Стоимость Например Истребителя пятого Поколения F-35 Ну вот Американцам удалось Снизить До Примерно 100 миллионов Долларов Ну в этом Диапазоне Колеблется Его цена А как ни странно Например Стоимость Истребителя F-16 Блок 70 Дробь 72 Она даже Выше этого И может Достигать 150 миллионов Долларов То есть На один Самолет Что касается Современных Танков Основных Боевых Танков То примерно Танк Стоит 6-8 Миллионов Долларов То есть Это примерно На батальон Танков В самом лучшем В этом виде Что касается Стоимости Некоторых Ракет То Например Зенитно Управляемая Ракета Комплексу Пак 3 Патриот Но стоит Порядка Трех Миллионов Долларов То есть По большому Счету Ну Вроде бы Что-то Выделил Но на самом Деле Ну наверное Образно Говоря На первый Час Боя Вот скажем Интенсивного Такого Интенсивного И Да ведь И дело По большому Счету Даже Не в деньгах То что Конгресс Рано или поздно Проголосует За эти 60 миллиардов Долларов Вот как-то У меня Особых Сомнений В этом Нет Но Скорее Всего Это уже Не произойдет Да Тут все Дело В сроках И говорят Что до Нового Года Конгрессмены Уже На 90% Этот пакет Помощи Не рассмотрят Но он Не стоит Даже в повестке дня А теперь Там пока то Пока первое Пока второе Вполне возможно Что если и проголосуют То во второй половине Января А какая-то Реализация Начнется только Уже в феврале То есть Вот где-то Месяца Два с половиной Три Вооруженным силам Украине Предстоит воевать Вообще Без какой-либо Американской Помощи Тем более Опять-таки Речь-то идет О только Выделении денег А на войне Ведь деньги нужны Разве что В виде денежного Довольствия Военнослужащих А так то На войне Нужны совершенно Другие вещи Нужны снаряды Нужны патроны Нужны управляемые Ракеты Нужно дизельное Топливо Нужно продовольствие Как раз Агентство Блумберг Говорит что Администрация Байдена Сейчас ищет Обходные пути И якобы Пентагон Может поставить В кратчайшие сроки Киеву Военную технику Из запасов Соединенных Штатов На 4,5 миллиарда Уже долларов Это все может Быть сделано В рамках Так называемого Президентского решения На сокращение Численности войск То есть мы Сокращаем там Какие-то Свои единицы Там танки Там артиллерию И так далее Под видом сокращения Вооружений То что высводилось Мы Все это значит Передаем Украине То есть Вот таким образом Вроде как Могут найти лазейку Что Пентагон Может продолжать Отправлять Киеву Оружие И боеприпасов В то же время Говорят что Это достаточно Большая опасность Как бы финансы Не требуется Да Сокращение Большая опасность Американцам самим Остаться без оружия В этом плане Наверное Нам не стоит Не стоит Преуменьшать Возможности И вооруженных сил Соединенных Штатов И обороны Промышленного комплекса Потому что у нас Иногда раздаются Такие оценки Да вот у них там Типа денег уже нет Да все закончилось Да там стоит Пустой ангар И в нем летает Один воробей Ну это не совсем так Что же например Касается тех же самых танков Тех же самых танков То у них только на хранении Стоит Несколько тысяч Этих танков Абрац М1 Конечно в разных модификациях Но Но дело то не в этом Потому что на войне На войне Любой танк пригодится В любой комплектации В любой модификации Даже тот же самый Т-62 Например Танк еще Как говорится Созданный еще В времена Очаковских И покорение Крыма Как говорилось В пьесе Горе от ума Но тем не менее И такая вещь На войне Может Даже может пригодиться Поэтому я вот Не стал бы там Заострять вопрос На том Что например Там это устаревшие модификации Или там Что-то не так Это что касается танков Тех же самых истребителей Ф-16 Например Сделано Более 4200 штук Уж всяко Несколько десятков Они могут найти И передать к ним Еще соответствующее Управляемое оружие И это Президент Байден Президент Байден Может сделать Без всякого там Согласования С Конгрессом Одним Одним Движением Руки Вот Распишется И все И это касается И много Много Других Номенклатур Вооружений Ну вот Украина-то просит Там Вооружение Запросы У США На целую Новую армию Потому что Если посмотреть Последнюю заявку Киева План поставок Вооружений И военной техники То чего хочет Зеленский То что пока Не может получить От Пентагона Там же и Истребители Ф-18 И военно-транспортные Геркулесы И ударные Вертолеты Всевозможные Не говоря уже Там противоракетные Комплексы И в общем Перехваты И ракеты И дальнего действия И всего То есть По сути У Зеленского План Создать Новую армию Ну вопрос Кто будет Воевать На этом Достаточно Современном Американском оружии Но тем не менее Хотелка Достаточно Большая Ну с одной стороны В общем-то Вот эта заявка Она вполне Логична Действительно Современную Войну Вести Без Частей И соединений Ударных И транспортно-боевых Вертолетов Ну в общем-то Достаточно Трудно И военно-транспортные Самолеты Различных Классов Крайне нужны Для обеспечения Служебной Деятельности Зеленский На конференции С Байден Говорил Нам нужно Господство В воздухе Дайте нам Самолеты Ну С одной стороны Опять-таки Кто об этом Не знает Действительно Ну хотя бы Не господство Хотя бы Уравнять шансы Это все Действительно Так Поэтому Я вот Лично Придерживаюсь Того мнения Что да Сейчас Для Вооруженных Сил Украины Украины В целом В плане Финансирования Поставок Вооружения Военной Техники Наступают Ну такие Достаточно Сложные Времена Но тем не менее Рано или поздно Финансирование Будет Возобновлено Поставки Поставки Опять-таки Продолжатся И Вполне Возможно Что в будущем В будущем Вот как-то Они на эти Показатели Выйдут Но Но вот Как иногда У нас говорят В исторический Обозримый срок Но с другой стороны Вот все-таки Вот Украинское Руководство Ну на мой взгляд Хотя это Несколько выходит За рамки Нашей передачи Но тем не менее Все-таки Составлено Ну на мой взгляд Из каких-то Представителей Скажем так Любительского уровня И поступки Они которые Совершают Казалось бы Ну концентрироваться На главном Это мы не том В плане Что мы им советуем Да упаси Бог Действия просто Их непонятны Например Ну если президент Украины Совершает Визит В Соединенные Штаты Соединенные Штаты Это ну главный Поставщик всего И финансов И вооружений Военной техники Всех возможных Материальных ресурсов Зачем ты полетел В Аргентину По пути Что ли Или в Бразилию Тем более В Бразилию Когда прилетел Не согласовал Толком С бразильской стороной Ну все аспекты Этого визита Потому что Любой Вот межгосударственный Визит Он готовится Долго Заранее Там функционируют Рабочие группы Уточняют все вопросы Повестки дня Согласовывают документы То есть Основная работа Вот аппаратом Осуществляется Когда встречаются Первые лица Но по большому счету Они уже не начинают Обсуждение Что-то С голоса Или с нуля Потому что Все уже необходимые Пакеты документов И подготовлены И согласованы Прилетели в Бразилию А там и президента Бразилии нет Он в другом городе Он так с ними И не встретился Несколько часов Проваляли дурака Улетели Вот спрашивают Ну может быть и президент Бразилии подумал Не хочу встречаться С Зеленским Сделал вид Что поехал в другой город На мероприятие Может быть даже и так Но опять таки Опять таки Что тут важно сказать Вот У вас И с оружием Так получится Наверняка Поэтому вот Все беды Все беды Украины Вот современные Заключаются в том Что вот Руководство страны Понабрали там людей Что называется Сбору до сосенки Несколько раз За последние 30 лет Этот политический класс Радикально менялся И далеко не в лучшую сторону И вместо того Чтобы заниматься Действительно Проблемами Исключительно Важными Для существования Своей страны Занимались Всякой ерундой Ну главная проблема Украины Что они прислушались К резонным Озабоченностям Российской Федерации Не только Украины Но и Вашингтона И Брюсселя И Пришлось Начинать Специальную военную операцию Для того чтобы Это вы у меня С языка с ним На сегодня все Военный обозреватель Вести ФМ Михаил Ходоренок Был с нами в этом часе Михаил Михайлович Спасибо Всего доброго Во всеоружии С Михаилом Ходоренком В этом часе Подробности основных событий В материалах наших обозревателей И комментариях экспертов Владимир Путин Назвал полной чушью Утверждение Что Россия может Напасть на НАТО Слова Байдена Об этом просто фигура речи Для того чтобы Обосновать свою Ошибочную политику На российском направлении Сказал президент В интервью Журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Владимир Путин отметил У России Нет никакого интереса Воевать с НАТО Ни геополитического Ни экономического Ни военного Москва заинтересована В развитии отношений Со странами Альянса Прокомментировал президент И политику властей Финляндии По словам Владимира Путина У Финляндии В связи со вступлением в НАТО Возникнут проблемы с Россией Теперь нашей стране Придется концентрировать Воинские подразделения В Ленинградском военном округе Заявил президент Владимир Путин будет участвовать В выборах президента Как самовыдвиженец Об этом сообщил Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак Накануне Инициативная группа избирателей Поддержала Самовыдвижение Владимира Путина Эта встреча Официально дала Старт президентской кампании Масштабное мероприятие Прошло накануне В концертном зале Зарядье Теперь протокол собрания Направят в ЦИК После чего Начнется сбор подписей В поддержку Водвижения кандидата Будущее России Невозможно Без победы Владимира Путина И Единая Россия Как партия президента Направит все силы И ресурсы На ее достижения Сказал Андрей Турчак Всех нас объединяет Одно желание Видеть нашу страну Великой Безопасной Независимой И развивающейся Всех нас с вами И все наши коллективы В отрасли Профессиональное сообщество Которое мы с вами Сегодня здесь Представляем Объединяет один человек Это наш лидер Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Уверен что Вот такой большой Единой команды Командой нашего президента Нам по плечу Любые задачи С любыми задачами Мы справимся А сегодня Самая главная задача Это наша победа Победа на фронте Победа в тылу И победа Нашего кандидата На выборах Безусловно Станет нашей общей победой Победой Великой России О поддержке Водвижения Владимира Путина На пост главы государства Также высказались Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк И народный артист России депутат Дмитрий Певцов Я уверен Все те Кто себя ощущают Гражданами Нашей страны Конечно хотели бы Сохранение стабильности Уверенности В завтрашнем дне Ощущение того Что мы живем В безопасности И что нас ждет Благополучное будущее И вот все это Разумеется Связывается С той работой Которая на протяжении Уже более чем Двух десятилетий Реализует команда Путина И эти достижения Конечно же связаны Лично с тем Что делает Владимир Владимирович Путин Он наш лидер Он действительно Очень многое делает Для людей Для государства Поэтому и для Спортивной семьи Потому что он Сам занимается спортом Он является примером Не только как политик Экономик Он еще и является Примером в спорте Здоровый образ жизни Пропагандирует Сам играет в хоккей В других видах Спорт занимается А нам очень важно Через спорт Воспитывать молодежь Патриотами своей страны Поэтому спортивная семья Все поддерживают Владимир Владимирович Никаких вариантов Никаких альтернатив И об этом было сказано На заключительном Плендерседании в Думе Нынешнему кандидату Владимиру Путину Нету И быть не может Так что мы здесь Чтобы подтвердить Выбор нашего народа Нашей страны Которая 23 года Вместе с президентом Идет в совершенно определенном направлении Для регистрации Своей кандидатуры Владимиру Путину Предстоит собрать 300 тысяч подписей Предвыборный штаб президента Будет сформирован Сразу после завершения Всех процедур Самовыдвижения Напомню Президентские выборы В России Впервые будут многодневными Они пройдут С 15 по 17 марта 2024 года Вести FM И сейчас к заявлениям Министерства обороны Российские военные В ночь на воскресенье Нейтрализовали Более 30 Украинских беспилотников Дроны были перехвачены И уничтожены Над территориями Липецкой, Ростовской И Волгоградской областей Пострадавших Разрушений нет А в зоне проведения Спецоперации Наши войска поразили Позицию ВСУ На Донецком направлении Удары наносились По опорным пунктам Противника Сообщил начальник Пресс-центра Группировки Юг Вадим Астафьев Мотострелковые подразделения Группировки При поддержке Огня артиллерии Успешно отразили Шесть атак Штурмовых групп ВСУ В районах Клещеевки Красного И Маренки Нанесено поражение Живой силе И техники противника В районах Населенных пунктов Курдюмовка Клещеевка Андреевка Васюковка Раздоловка Веселая И Маренка В ходе контрбатарейной борьбы Уничтожены Пять минометов 82-го И 120-го Калибров Средствами Противовоздушной Обороны Сбитые Украинские Беспилотные Летательные Аппараты В районах Населенных пунктов Старомихайловка И Новомихайловка Донецкой Народной Республики Всего Противник потерял До 125 военнослужащих Три боевые Бронированные Машины Два Пикапа Четыре Самоходных Артиллерийских Установки В том числе Американского И чешского Производства И 122-миллиметровую Гаубицу Д-30 В Минобороны Также сообщили Что бойцы ВДВ за прошедшую Неделю Захватили 9 опорников СССР Севернее Артемовска Самый быстрый Штурм Опорного пункта Длился Около 40 минут А на захват Самого Укрепленного Опорного пункта Было потрачено Практически Двое суток Все штурмовики Представлены Госнаградом Отметили Военном Ведомстве И сегодня В вооруженных Силах России Отмечается День ракетных Войск Стратегического Назначения Воинов-ракетчиков С профессиональным Праздником Поздравил Министр обороны Сергей Шойгу Он отметил Что РВСН Это надежный Барьер Защищающий От внешних Угроз К личному Составу войск Прямо с орбиты С поздравлениями Обратились Российские Космонавты Дорогие товарищи Мы космонавты Роскосмоса Олег Каноненко Николай Чуб И Константин Борисов Приветствуем вас С борта Международной Космической станции И поздравляем С 64-й годовщиной Со дня образования Ракетных войск Стратегического Назначения Сегодня Личный состав Войск С честью Решает Сложные задачи По сохранению Стабильности В мире И обеспечению Безопасности Государства Ракетные войска Стратегического Назначения Неразрывно связаны С космической Отрицу Нашей державы Космосу Посвятили Свою судьбу Сотни выпускников Военной Академии РВСН Имени Петра Великого В их число Входит герой Советского Союза Летчик-космонавт Полковник Александр Артюхин Герой Советского Союза Полковник Александр Александров Вы успешно Осваиваете Новые виды вооружения И военную технику В том числе Гиперзвуковые Ракетные комплексы Совершенствуйте Свои навыки И умения Добросовестно Несете боевое дежурство И готовы К немедленному Выполнению Поставленных задач Хочется также Поздравить И представителей Российских Научных И производственных Желаем всем Стратегическим ракетчикам Крепкого здоровья Счастья Благополучия Успехов в службе На благо России На сегодняшний день На вооружении Ракетных войск Стратегического назначения Состоят свыше 400 развернутых Пусковых установок И более 1000 Боевых блоков Об этом в интервью Газете «Красная звезда» Заявил командующий РВСН Генерал-полковник Сергей Каракаев По его словам В составе ракетных войск Значится более 60% Носителей И ядерных боезарядов Ядерных сил России Вот теперь продержится В Москве Почти всю следующую неделю При положительной температуре Снег заметно осядет Но сугробы не растают И сохранятся До нового года Заверил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус По его словам Теперь после русской зимы Настанет еврозима В дневные часы Практически каждый день Температура будет В пределах Плюс 1, плюс 2 градусов Но по ночам Столбики термометров Все-таки будут ближе К отрицательным значениям 0, минус 1 Поэтому те осадки Которые будут выпадать В дневные часы В свешенной фазе По ночам Они будут слегка Подмораживаться Убавка снежного покрова Естественно будет Но какой-то Катастрофической Она не станет Снег останется Его уже очень много И он долежит До нового года Ну а преобладающий Фон температур На всей рабочей неделе Это 1-2 градуса тепла В дневные часы И около 0 Ночные температуры Скользко Довольно Ветрено И сыро После настоящей Такой русской зимы Нас на этой неделе Ждет визит Так называемой Еврозимы Из-за непогоды В России без света Остаются более 350 тысяч человек Сообщает Минэнерго Больше всего Отключений В Донецкой Луганской Народных Республиках В Ростовской области На утро воскресенья Электричества нет У 15 тысяч человек На регион Ранее обрушились Ледяные дожди Специалисты до сих пор Продолжают устранять Последствия стихии Проводить аварийно-восстановительные работы Теперь к ситуации На Ближнем Востоке Ответственность за убийство Трех израильских заложников Взял на себя Глава Генштаба Цахал Герцог Олеви Он пообещал Сделать все возможное Чтобы подобное Не повторилось Погибшие израильтяне Были похищены Боевиками Хамас 7 октября Им удалось сбежать Из плена Они несли с собой Белый флаг Но мужчин застрелили Израильские военные Ошибочно приняли Заложников за угрозу Инцидент произошел В пятницу Во время боев На юге сектора Газа Тем временем Израиль установил Насосы С помощью которых Может затопить Морской водой Систему туннелей Хамас В Англаве По крайней мере Об этом пишет Wall Street Journal Со ссылкой на Американских чиновников Сами туннели В этом районе Это не просто Подземные ходы Это практически Целый подземный город Где может находиться Огромное количество людей С подробностями Борис Белин Израиль уже начал Закачивать морскую воду В туннели В секторе Газа Сообщают американские СМИ По их данным Израильтяне Проинформировали США Что приступили К так называемому Тестированию затопления Некоторых туннелей Морской водой Правда Цитирую На ограниченной основе Чтобы проверить Способность разрушать Сеть туннелей В более широком масштабе Отмечается Что затапливаются Только туннели Где по мнению Израильтян Нет заложников При этом Wall Street Journal Сообщает Что процесс Займет Несколько недель Ранее уже Появлялась информация Что Израиль Подготовил план Затопления туннелей Водой Из Средиземного моря Для этого На берег Привезли Пять мощных насосов Каждый из которых Может закачивать Под землю Тысячи кубометров Воды в час Туннели в секторе газа Это самый настоящий Подземный город Считается Что сеть Состоит Из 1300 Хорошо укрепленных Подземных ходов Разных размеров И длины Но общая протяженность Туннелей Может составлять До 500 километров Как в московском метро А то и больше Теоретически Там могут разместиться Даже не десятки А многие сотни Тысяч людей В Израиле Эту сеть Так и называют Метро газы Хотя конечно В отличие от настоящего Метро Туннели невелики В основном Они имеют по 2 метра В ширину и высоту Но все пути Забетонированы По некоторым ходам Можно спокойно Перемещаться на автомобиле Туннели расположены На разных уровнях Бывает один над другим Глубина залегания Достигает 70 метров В газе Множество входов В этот подземный город Шахты Могут находиться И в жилых домах И в школах И в больницах И в других Общественных зданиях Они хорошо замаскированы Система стала создаваться С 2007 года Когда к власти В Газии Пришло движение Хамас Но первые туннели Появились там Еще в конце 90-х Их использовали Контрабандисты Туннели имеют Выходы на территорию Египта и Израиля Их используют Для передвижения Боевики Хамас Там же расположены Хранилища Различных товаров А главное Оружие И боеприпасов В Израиле Истинные размеры Подземной газы Стали известны Только 10 лет назад С тех пор Военные Цехал Пытаются выработать Стратегию борьбы с ними Туннели пытались Разрушать экскаваторами Сбрасывали на них Противобункерные бомбы Готовили спецназ Тренируя его В специально построенных Туннелях В самом Израиле Но пока все безрезультатно Теперь речь идет О затоплении При этом никто точно не знает Сколько гражданских лиц Находятся под землей И есть ли среди них Заложники Борис Бейлин Вести ФМ Вести ФМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова